Привет, народ! Ну что же, в Steam началась осенняя распродажа, которая как раз подстроена под Черную Пятницу, проходящую во всем мире. Эту распродажу как раз и можно было бы назвать как Черная Пятница, но в Steam не такие традиции, поэтому распродажу надо было хоть как-то назвать, и назвали ее Распродажа Исследователя. И почему она так названа? Никто не знает, просто. Распродажа Исследователя. Нужно было придумать какое-то название, и они придумали. Распродажи исследователя Мы что-то тут исследуем такое особенное? Нет, мы как обычно на всех распродажах Всегда исследуем новые игры Но не всегда же распродажи эти тогда называются Как распродажа исследователя В общем, странное решение Зачем вообще надо было называть эту распродажу Если в итоге никакого ивента на ней нету Но то, что ивента не будет на осенней распродаже Это было и так понятно Никогда раньше их не было Этих ивентов были просто большие И скидки, и было много больших скидок А сейчас просто То же самое Но почему-то эта распродажа названа распродажей исследователя А что стоит за названием исследователя Собственно, непонятно Кроме того, что Собственно, началась распродажа Которая продлится до 1 декабря Хочется заметить, что Тот момент, который я упомянул в предыдущем Steam Live Video То, что в этот раз Не будет скидок Ежедневных, недельных скидок Между распродажами Неверно был мною понят На самом деле не будет скидок ежедневных То есть, как раньше было на крупных распродажах Появлялись специальные суперпредложения Каждый день Когда скидки были увеличены Относительно всей распродажи На конкретные игры Здесь, на этой распродаже И, я так понимаю, на зимней распродаже Уже такого не будет Собственно, именно это приняли решение Valve Чтобы увеличить продажи Чтобы игроки не ждали Игру с увеличенной скидкой И потом могли ее пропустить Так как эта увеличенная скидка будет всего один день А потом, конечно же, не покупали бы эту игру Так как скидка уменьшилась Теперь на все игры Фиксированная скидка Фиксированная скидка Которая продлится всю распродажу С одной стороны, это удобно С одной стороны С другой стороны, это немножко делает распродажу Статичной То есть, на самом деле, ты можешь увидеть В первый день Все, что будет на распродаже И потом все О ней забыть То, что она будет длиться Там, целую неделю Для тебя не имеет никакого значения Потому что в первый день Все, что надо было бы Ты увидел И все игры купил И все Больше тебе эта распродажа Никакой интерес не представляет На самом деле Valve все равно Подсвечивает ежедневные предложения Но дело в том, что Она их Их просто подсвечивает Дело в том, что Главные скидки на сегодня Здесь она пишет Но это дело в том, что Это только просто то, что Она решила выделить Эти скидки никуда не денутся Через два дня Через три дня И сделано это только для тех Кто Именно Ориентируется по скидкам По главной странице Чтобы Они увидели Собственно Предложение На которое делает акцент Valve А на самом деле Те, кто как раз хотят Что-то купить из своего списка желаемого Они просто Зайдут в свой список желаемого Соответственно И купят все по Нему То есть Не будут ждать Пока там на главной странице Зачем-то подсветят Их скидку В общем так сделано В любом случае Я конечно буду Как и многие наверное Заходить на Каждый день На страницу Steam Потому что мало ли что Может я какую-то игру не знаю А ее как раз подсветят И тогда Наверное В этом есть какой-то смысл Тогда я увижу смысл А это конечно Немножко Грустно Что теперь нету Таких ежедневных голосований За новые Увеличенные скидки Нету Ежедневных предложений Которые ты ждешь И думаешь Увеличится скидка на эту игру Или нет Такая немножко Момент интриги Это тоже добавляло живости Распродажи А в итоге ничего нет Если на зимней распродаже Тоже этого не будет И может быть не будет Эвента Потому что Эвент отчасти был связан Как раз с увеличивающимися В конкретные дни скидками То это будет конечно грустно Steam Немножко потеряет свою душу С другой стороны Многих эвентов Уже заколебали Никого они не радовали Последние годы Тем не менее Я все же думаю Что что-то на зимней распродаже Какой-то новый эвент Учитывая вот такие вот изменения В системе продаж Valve обязаны придумать будут А оно На осенней распродаже Все равно Все довольно неплохо Потому что В первый же день Я собственно Нашел все что нужно Мне Для распродажи Выбрал где-то себе там 8 примерно игр И списка желаемого Ориентировался по нему И все И купил Собственно Главная страница Оформлена Ну Довольно обычно Эти бесконечные Списки Valve Которые они сделали Еще год назад Здесь это тоже Довольно удобно Я по нему Немножко пошастал Нашел несколько игр Опять же со скидками Которые У меня даже не были В списке желаемого В общем Таких больших претензий Нету Только лишь Вот то что претензия Насчет статичности Распродажи То что действительно Немножко она Потеряла Такую Своё Своё ярмарочное веселье Что-ли Как так сказать Что-ли Но это всего лишь Осенние распродажи Напомню что Зимние распродажи Будет и дольше Не одну неделю А две недели Даже больше двух недель И там наверняка Будет больше веселья Но кроме этого Есть всё-таки Одно нововведение То о чём нужно Всё же рассказать Особенно Это скидки На торговую площадку То что на самом деле Раньше никогда не было И вообще Раньше никто Это не представлял Потому что Как скидки на торговую площадку Там же пользователи Между друг другом Торгуют вроде как А на самом деле же нет Конечно Там всё происходит Через Valve Они добавок Берут себе Часть денег А здесь просто Они уменьшают Свой доход На этой торговой площадке Предлагая скидки На предметы От пяти до тридцати пяти процентов И кроме того Сделано это не просто так Вот эти скидки В честь распродажи Нет Это для того Чтобы пользователи Защитили свои аккаунты То есть благородная цель На самом деле Стоит у Valve Они хотят Они хотят Чтобы пользователи Добавили Аутентификацию При заходе в Steam По телефону То есть двойную защиту Которая сейчас пользуется Во многих сервисах Таких как Google И во многих других Вообще крупных компаниях Где у человека Какие-то очень важные аккаунты То есть Steam Естественно Это важный аккаунт И здесь Valve Очень легко Нашли способ Мотивировать игрока Собственно сделать так Чтобы заход через Steam Осуществлялся При помощи телефона Потому что скидка Дается только тем людям Которые эту Аутентификацию Подключат И собственно На мне это сработало Я не видел смысла В этой аутентификации Ну то есть дополнительная безопасность Ну меня вроде так И так все устраивало Но в любом случае Повышенная безопасность Всегда лучше Тут нельзя спорить Это не раздражающий элемент Вы не будете водить Каждый раз Код с телефона Каждый раз Когда заходите в Steam То есть только при подключении С нового устройства Скажем так Или если вы разлогинились Специально Только в том случае Вам придется на телефоне Код получить И только ввести его И тогда Такая защита сработает В остальных случаях Код приходится вводить Только один раз Удобная система Которую я включил И ни капельки не расстроился И получил скидку От 5 до 33% Не совсем понял Как она варьируется На любой товар На торговой площадке Дело в том Что кстати Пользователь Который продает товар Он получает все же Полную стоимость Насколько я понял Ну то есть Которую он Надеется получить Без скидки А ему просто Деньги получается Добавляют Или просто Убирают деньги И свои выгоды Налог Который там Valve и компании Дают С предметов Которые они Забирают себе Этот налог убирается И пользователь Получает те же деньги Которые он рассчитывал Получить При продаже предмета А тот кто покупает Платит как раз Меньше Довольно удобная система Скидки небольшие Конечно Это не 75% На главные хиты Как на главной странице Среди игр Но тем не менее Все равно Интересное нововведение То есть Valve доказали Что можно даже делать Скидки на торговой площадке Это приятно Осознавать Я думаю Эта система будет развиваться И на зимней распродаже Возможно Event будет связан В том числе Каким то образом С активными Скидками На торговой площадке Может появятся Какие то карточки Специально дающие Особые скидки На торговой площадке Это было бы очень интересно Это бы помогло Развитие рынок Торговой площадки В стим Так что я думаю Что вполне возможно Что Valve как раз Будут двигаться В этом направлении Для того что собственно Получить эту небольшую скидку Ну сложное руководство Я тут давать не буду Там все интуитивно понятно Но просто нужно Лишь скачать приложение В гугл плей Или в Apple Store И установить его На ваш планшет Или телефон Собственно с этого планшета Там зайти на главную страницу И подключить Steam Guard Все делается Через несколько шагов И вот уже Ваша защита Аккаунта Steam Доведена до максимального уровня И в тот же момент Можно сразу будет зайти Проверить Вам напишут Что у вас появились Дополнительные скидки Точнее не дополнительные скидки А вот эта скидка 5.33% На торговой площадке И собственно все товары Абсолютно все товары Можно Давайте сейчас проверим Да, абсолютно все товары Продаются с этой скидкой Которая варьируется От 5 до 33% Довольно Хорошо Довольно хорошо И это наверное Самое главное Впечатление От распродажи В остальном Ну скидки Как скидки Можно было бы Надеяться Что на Fallout 4 Дадут скидку Я такое увидел Что на главной странице Появился Fallout Franchise Захожу А там конечно же На Fallout 4 Никакой скидки нету Вы скажете Игра то вышла Когда Еще месяца Что это не прошло Какая скидка Даже 5% Скидка была бы уже Странной С другой стороны На тот же Call of Duty Black Ops Который продается в России По неадекватной цене Больше чем все другие Блокбастеры Больше двух тысяч На нее сделали скидку 17% аж Правда Я не думаю Что это поможет Продажам Black Ops 3 Впрочем Тогда можно было бы Действительно рассчитывать Что Fallout Тоже дадут Хоть какую-нибудь скидку Потому что На главную страницу засунули А это на самом деле Только для привлечения людей Вряд ли Главная цель Что Fallout засунули На главную страницу распродажи В том чтобы Они надеются там Увеличить продажи Fallout 3 Или Fallout New Vegas Естественно Они хотят привлечь Еще больше внимания К Fallout 4 Так с несколькими Другими играми То же самое Тоже например Tom Clancy Franchise Ты заходишь Думаешь Ооо сейчас там Division Rainbow Six Скидка 5% будет Какая-нибудь хотя бы Там естественно Ничего этого нету Кроме того Хочу сказать Что многие компании Все же не предоставили Скидки такие вообще Некоторые вообще Не предоставили Это как раз касается В первую очередь Electronic Arts Чьих игр вообще В Steam сейчас уже Практически не осталось И Ubisoft У Ubisoft Своя распродажа В Uplay У Electronic Arts Естественно распродажа В Origin Кстати которая мне понравилась Даже больше на самом деле Чем Ну по предложениям Чем распродажа в Steam Но в Steam естественно Самая крупная распродажа И даже здесь Ubisoft на некоторые Не на все свои игры Выдали скидки Впрочем У них здесь цены Похуже чем В Uplay как раз Здесь уже понятно Что такие крупные компании Как Ubisoft И Electronic Arts И некоторые другие У которых тоже есть возможность Продавать каким-то другим образом Более выгодным игры Они немножко Скидоны здесь Не очень хорошие дали Хочется надеяться Что все они Подключатся к зимней распродаже И зимняя распродажа По-настоящему бахнет То есть конечно Мы все Думаю нашли Пишите обязательно в комментариях Что вы уже купили Или что собираетесь купить У вас есть еще целая неделя Чтобы просмотреть Весь этот список игр Все скидки Потому что они все Сразу нам даны Посмотреть весь этот список 7 дней Собраться с мыслями Обдумать И собственно Купить что-то Дело в том Что Я купил Как раз сказал Что 8 игр Где-то примерно Немного Потратил Они довольно дешевые Но Интересно узнать Что вы купили Сколько потратили И Думаете ли вы о том Что Вот это интересный момент Думаете ли вы о том Чтобы сэкономить сейчас И дождаться зимней распродажи И Какова вероятность Что вообще Скидки увеличатся Вот это тоже Интересный момент Который можно подумать И во-первых Почему есть смысл Дождаться зимней распродажи Не только потому Что надеяться Что за месяц Там увеличатся скидки Но Во-вторых Что надеешься Что все-таки Какой-то эвент Будет На зимней распродаже И Покупки игр Как раз будут связаны С ним Поэтому Тратить сейчас Когда можно Через месяц Если тебе не втерпешь Разве что Есть смысл Никакого особого смысла Нету То есть Можно подождать Зимней распродажи И там уже Купить все Что захочешь Потому что Там как минимум Точно не будет Меньше скидок Чем сейчас То есть Все скидки Которые есть сейчас На осенней распродаже Будут и через месяц Это Я думаю Логично Ну что ж Распродажи Исследователей Я все еще Немножко Пригораю От названия Продлится до 1 декабря Это выведено Прямо на главной странице 21.00 По Москве То есть Ровно неделю Она продлится И Собственно Уже Впереди будет зима И зимняя распродажа Которая начнется Перед Рождеством Американским Рождеством Естественно Католическим Рождеством И она будет уже Надеюсь Все же покруче Покруче Просто покруче Не просто лучше Здесь это тоже Хорошая распродажа Просто покруче Что-то будет на ней крутое Хочется рассчитывать на это Ну что ж Как раз наверное Уже поближе К этой распродаже Если никаких событий В стиме Более не состоится Будет выпучено видео Будем ждать Какие-то новые подробности Узнавать Может быть появятся Какие-то новости Что примерно стоит Ожидать будет От этой распродажи Каким-нибудь Инсайдерские Там сливы будут Из Тим Датабейс Или еще чего-нибудь В общем будем следить За развитием событий Ну а это пока Распродажа исследователя Закупаемся И Думаем Над тем Что лучше купить сейчас Что лучше купить потом А что может быть Все же вообще не стоит Сейчас Или вообще покупать Всем спасибо за просмотр И пока что Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok